Здравствуйте! В эфире телеканала АЛАУ Новости. В студии Елена Чигельская. И коротко о главном. Одна поездка на автобусе по цене трех в Кустанае произошел крупный сбой в работе валидаторов. У пассажиров вместо положенных 80 тенге списали эту же сумму от трех до сорока раз. Как решается эта проблема, выясняла Алияда Смагомбетова. В Кустанайской области планируется увеличить количество официальных пляжей уже в этом году с 9 до 22. Подробности у Татьяны Калюжной. Искать не только на суше, но и в воде. Кустанайский поисковый отряд «Регион-10» получил грант, благодаря которому приобрел плавсредства. Плавсредства теперь людей они смогут искать не только на берегу, но и в воде. Подробности в материале Яны Галла. Новые детские сады в Кустанай и Кустанайском районе, а также школа с государственным языком обучения в Карасузском районе откроются в этом году. Запланировано и строительство общежития на 500 мест для студентов Политехнического колледжа города. Такую информацию озвучили сегодня на традиционном августовском совещании педагогов области. Рассказали о достижениях учеников, победы которых невозможны без участия талантливых учителей. Более 300 педагогов региона наградили сегодня. На традиционном августовском совещании во главе с Акимом Кустанайской области педагоги всего региона рассказали о достижениях и поделились планами по дальнейшей работе. Приоритетным вопросом является развитие дошкольного образования. На сегодня в области охват детей дошкольным образованием от 2 до 6 лет составляет 80%, от 3 до 6 – 99,8%. Вместе с тем сохраняется очередность в городах Кустанай, Рудном, Аркалыке, Кустанайском и Джатагаринском районах. Для решения данного вопроса в текущем году уже введено 335 новых мест в вышеназванных регионах. Также до конца этого года в Кустанай и в Кустанайском районе за счет частных инвестиций планируется открыть по одному детскому саду на 300 мест. Аким области поручил проработать вопрос по открытию детских садов в строящихся микрорайонах в рамках государственного частного партнерства. Кроме того, будет рассмотрен вопрос и по строительству общежития на 500 мест в Кустанайском политехническом колледже. Рассказала Зауря Байменова и о достижениях школьников. Так, по итогам Республиканской Олимпиады школьников в копилке области 28 призовых мест. Из них 7 медалей – это золото, 9 – серебро и 12 – бронза. Особо примечательно, что в числе республиканских призеров, наряду с учащимися областного центра города Кустаная, старшеклассники Кустанайского, Федоровского, Сарупольского районов городов Лизаковск и Аркалык. В командном зачете область заняла третью позицию в республике. В этом году в регионе запускается уникальный региональный проект в системе среднего образования Серебтестэ-Коланы. Колледжи, получившие инновационное оборудование в рамках ЖАСМАМАН, с 1 сентября этого года будут приглашать мастеров производственного обучения, преподавателей и студентов на свои площадки для обучения и стажировки. Без внимания не должны остаться и текущие коммунальные вопросы в организациях образования. Акимобласть рассказала о подготовке к отопительному сезону. Так, в 20 школах котельные вынесены из зданий, в 37 объектах образования произведен ремонт котельного оборудования. В нескольких школах региона продолжается ремонт. Более 80 объектов у нас в этом году запланировано. Где-то осталось 6 объектов, но согласие родителей мы в этом году продолжили ремонт. Хотя могли их в 2022 году провести. В рамках программы ОЛВСГ сегодня в 6 школах ведутся работы и в ближайшее время они будут завершены. Завершилось совещание поздравительной частью. Ливанова Татьяна Александровна, учителя русского языка и литературы. Директор Токузакской общеобразовательной школы Карабаловского района. Помимо медалей, нескольким руководителям Организации образования были вручены денежные сертификаты. Всего же по области в рамках августовских завещаний будут награждены свыше 300 педагогов. Яна Галла, РТН. К другим темам. Одна поездка на автобусе по цене трех. И это в лучшем случае. В Кустанайе произошел крупный сбой в работе валидаторов. У пассажиров вместо положенных 80 тенге списали эту же сумму от трех до сорока раз подряд. Сейчас кустанайскому филиалу «Алемпэй» ликвидировать проблему уже удалось, но деньги пассажирам вернуть только на следующей неделе. С руководством компании, обслуживающей валидаторы в общественном транспорте, пообщалась Алия Дасмагомбетова. Инстаграм-аккаунт «Алау» буквально завален сообщениями от кустанайцев, которые жалуются на то, что за один проезд в автобусе оплату валидатор снимает, как за несколько проездов. У кого-то оплата снималась дважды или трижды. Есть и особенно невезучие. У кого-то с карточки списалось сразу по несколько сотен тенге. В компании, которая обслуживает валидаторы в автобусах, пояснили, что в системе электронной оплаты произошел сбой. Сбились алгоритмы работы электронной системы СОП, конкретно Алимпэя, в результате чего у людей начали происходить, то есть списываются ошибочные транзакции. Это продолжалось в течение практически всего рабочего дня. На сегодняшний день проводятся работы по сбору информации. Это займет, наверное, от одного до трех рабочих дней. Именно конкретно нам нужно сформировать базу по кустанайскому филиалу. Я имею в виду конкретно ошибочные транзакции. По словам Сагадата Ниезбаева, крупный сбой с такими большими суммами произошел впервые. Но все деньги, списанные из карт пассажиров ошибочно, будут возвращены. Для этого понадобится время, чтобы обработать информацию. И уже на следующей неделе, заверяет директор филиала Алимпэй, все деньги вернут. Мы не отказываемся от того, что списались эти ошибочные транзакции. Ну, то есть мы планируем все вернуть, все денежки на следующей неделе. Со следующей недели рабочей будем производить возврат всем тем людям, у которых списались эти денежные средства. Возврат будет происходить по всем банкам второго уровня. Я имею в виду Каспий, Халык, Жусан, ну и так далее. Напомним, что это не первый системный сбой в работе валидаторов и транспортных карт. В июле с проблемой столкнулись пенсионеры. Тогда система не принимала платежи даже при положительном балансе. Каких еще сюрпризов ждать от валидаторов, кустанайцы не знают. Но пока их работой, они остаются недовольны. Хамзан Урписов, Алия Дасмагомбетова, РТН. Сейчас в Кустанайской области 9 официальных пляжей, но скоро их количество может увеличиться до 22. Сейчас, по словам сотрудников ДЧС, в юстиции на утверждении находятся документы на новые пляжи. Разрешенные места для купания появятся на Каратамарском водохранилище в Карабалыке-Житикаре-Лисаковске. К слову, число утонувших в водоемах области растет. Подробности расскажет Татьяна Калюжная. В этом году маслехатом Кустанайской области были внесены изменения в правила общего водопользования на водных объектах региона. Благодаря документу полиция теперь имеет право штрафовать любителей так называемых диких пляжей. Помимо этого, наказание ждет и тех, кто распивает спиртное вблизи водоемов. Раньше наказывать людей за это полицейские не могли. К административной ответственности в ходе рейдов сотрудниками местной полицейской службы по статье 440 Кодекса административного правонарушения привлечено 65 физических лиц. Это распитие спиртных напитков у водоемов на сумму 481 304 тенге. По статье 364 Кодекса административного правонарушения привлечено 51 физическое лицо. Это купание в необорудованных местах. Все лица привлечены в виде предупреждения. Помимо этого, департамент под чрезвычайным ситуацией сейчас работает над тем, чтобы увеличить количество официальных мест для купания. Ведь это не только наличие спасателей, но и подготовка, обследование дна, установка бульков и удобств для купающихся в раздевалок и лавочек. Сейчас пока в Кустанайской области 9 официальных пляжей, но после регистрации документов в юстиции их число может увеличиться до 22. К примеру, 9 на Каратамарском водохранилище, по одному в Карапалыке, Житигоре и Лисаковске. Пока же на некоторых этих местах установили мобильные посты. Департаментом в текущем году было выставлено 4 мобильных поста. Это два поста в городе Кустанай, на Гагаринской плотине и в Кожибы. И по одному в городах Житогора и Аркалых. С учетом того, что в текущем году количество отдыхающих было много на водохранилище, в Каратамарском водохранилище было принято решение о выставлении дополнительного поста спасателей. Это на катерах со всеми необходимыми снаряжениями, которые дежурили в выходные дни, то есть пятницу, субботу, воскресенье. С начала купального сезона спасателями департамента на водоемах области спасено 17 человек, из них двое подростки. Спасатели надеются, что если люди будут купаться на официальных пляжах, то жертв на воде станет меньше. Ведь за 8 месяцев этого года в области утонули 18 человек, 6 из них дети. И это уже больше в сравнении с прошлым годом. Последние случаи. 23 августа в Рудному в Кустанай на реке Табол утонули двое мужчин. 1958 года рождения и 1968 года. Они купались на необорудованных местах. Дерахмечин и Татьяна Калюжная, РТН. Искать пропавших людей теперь смогут и на воде. Кустанайский поисковый отряд «Регион-10» выиграл грант на ярмарке социальных идей и проектов. Теперь у волонтеров есть резиновая лодка, жилеты и необходимая спецодежда. К слову, поиском на воде члены отряда обучены. Совсем недавно они прошли специальную подготовку на курсах спасателей. На сегодня в отряде состоит более 70 человек. Это люди разных возрастов и профессий, объединенные одной целью – помочь найти пропавших без вести людей. Тимур Жаналин в обычной жизни бригадир на заводе по производству молочной продукции. А в свободное от работы время – кинолог поискового отряда «Регион-10». Впервые участие в поисках пропавшего без вести человека он принял три года назад. Так и остался. Тимур говорит, времени, сил, да и средств уходит немало. Но оно того стоит. Во-первых, это помощь людям. Это незабываемые эмоции. Ну, лично для меня, когда я в первый раз принимал участие именно в поисках положительных, когда мы нашли бабушку, ну, то есть для меня это является до сих пор такой эмоцией, которая меня поддерживает до сегодняшнего дня. И я хочу испытывать эти эмоции каждый раз, когда говорят «найден жив». Чисто из-за этого я, ну, если сказать одним словом, по-молодежному, я кайфую от этого. И таких неравнодушных в отряде более 70. Это люди разных возрастов, разных профессий. Количество участников всегда варьируется. Кто-то приходит с большим энтузиазмом, а затем перегорает и уходит. Кто-то остается в рядах поисковиков надолго. Есть и молодежное крыло. Это ребята в возрасте от 14 до 18 лет. По словам участников отряда, поиски пропавших без вести людей – это не всегда приключения со счастливым финалом. Порой это тяжелый труд, десятки пройденных пешком километров. Сейчас у региона 10 появилась возможность искать людей еще и на воде. Мы выиграли, получается, грант. Опять же, участвовали, вот уже второй год мы участвуем от Грина, выигрываем гранты. В прошлом году мы закупили рации, получается, фонари, жилеты вот эти вот пошили. А в этом году мы купили, получается, выиграли грант, взяли лодку, жилеты спасательные уже непосредственно, веревку, потому что это очень-очень нужная вещь. И вот на свои средства тоже закупаем обмундирование, потому что это необходимо для поисков. Чтобы работать более эффективно, поисковики постоянно проходят обучение. К примеру, совсем недавно ребята прошли специальную подготовку на курсах спасателей, организованных департаментом ЧАЭС. Условия, в которых они ищут пропавших людей, бывают разные, поэтому стараются овладеть всеми необходимыми навыками. Мы проходили в этом году, получается, не так давно. У нас часть команды получили сертификаты. Мы проходили на ДЧС курсы спасателей. Также у другого половины отряда есть сертификаты парамедиков. Мы обучались, стараемся все время к чему-то обучаться, потому что навыки пригодятся нам на поисках, это необходимо. Работы у поисковиков немало. Говорят, было бы здорово, если счастливых историй было бы больше, а людей пропадало меньше. Есть у ребят и мечта, реализовать которую пока не получается. Не хватает средств. Чтобы работать эффективнее и тратить меньше ресурсов, поисковикам нужен квадрокоптер. Так они смогли бы искать людей буквально повсюду. На земле, на воде и с воздуха. Алексей Кудрявцев, Яна Галла, РТН. Приговор назначен в уголовном спецсуде 24-летнему жителю Лисаковска. В деле деятельности подсудимого Сергея Тевса обозначено как курьер-закладчик. Как сказано в деле, Тевс получил от Макса сведения о местонахождении тайника, в котором была спрятана особо крупная партия психотропного вещества и его аналога, и принес ее к себе домой. Говорит, что далее Сергей планировал сбывать наркотики бесконтактным способом, чтобы получать вознаграждение за выполненную работу курьера-закладчика. В апреле 2021 года при проведении обыска у него было изъято почти 76 граммов психотропного вещества и почти 30 граммов аналога, что в общем подтянуло на особо крупный размер. Доводы Тевса о том, что он хранил их для личного употребления, суд считает, не нашли своего должного подтверждения. Это и количество, явно превышающее то количество, которое, возможно, хранилось бы для личного употребления. Сам Тевс не имеет практически постоянного достаточного дохода для приобретения такого количества, 155 свертков. Это очень большое количество. В итоге суд признал Сергея Тевса виновным в совершении преступления. Назначить наказание в виде 10 лет решения свободы с конфискацией имущества, являющегося орудием совершения уголовного права нарушения. В соответствии со статьей 26, частью 5, пункт 3 Уголовного кодекса, отбывание наказания в виде решения свободы назначить Тевс учреждению уголовной исполнительной системы максимальной безопасности. К конфискации подлежит мобильный смартфон подсудимого. Судья подчеркнула, что ему назначено минимальное наказание по данной статье, ввиду того, что он впервые привлекался к уголовной ответственности. Изъятые у Тевса запрещенные вещества должны быть уничтожены. Приговор в законную силу не вступил. В Амидогоринском районе изъята небольшая партия готового наркотика и два десятка кустов растений, из которого наркотики в последующем можно было приготовить. В поселке Степановка был задержан гражданин 1978 года рождения, у которого в огороде было обнаружено и изъято более 20 кустов конопли. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 300 незаконной культивации растений, содержащих наркотические вещества. По словам полицейских, было видно, что за растениями ухаживали, благодаря чему они хорошо выросли. В ходе осмотра жилища на летней кухне была обнаружена и высушенная конопля весом более 200 граммов. Как пояснил гражданин, коноплю он выращивал для личного употребления. Общий вес изъятых наркотических средств и растений превысил 90 килограммов. В текущем году это уже третий подобный факт, выявленный сотрудниками полиции в Кустанайской области. Предусматривает штраф в размере до 2000 МРП, ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок. Охранники предотвратили крупную кражу с территории градообразующего предприятия в Рудном. Неизвестные пытались похитить целую тонну металла. Сотрудники частной охранной фирмы, как сообщили нам в департаменте полиции региона, патрулировали территорию недалеко от приграбного поселка Горнянский. Увидели грузовую автомашину, на которой неизвестные грузили металлические опоры. Заметив охрану, водитель автомашины завел автомашину и пытался скрыться. Сотрудники охраны стали преследовать автомашину, и водитель был задержан. На место были вызваны сотрудники полиции управления города Рудного. В настоящее время, по данным факта, проводится расследование. По данным полиции, с начала года охранными структурами региона пресечено 10 краш сохраняемых объектов. На месте преступлений задержаны 19 подозреваемых. Более подробно обо всем уже описанном, а также о других преступлениях и происшествиях, мы расскажем вам в будущий понедельник в рамках программы «Дело. Номер». Также эти материалы в любое время смотрите на канале АЛЛАУ Ютуб и подписывайтесь на наши аккаунты в Инстаграм. Продолжаем выпуск. В дачном обществе «Энергетик», что вблизи Кустаная уже несколько лет, идет спор между соседями. Дело в том, что выкупив ряд дачных участков, собственники, по словам других землепользователей, разводят там скот, коров и овец. Другим дачникам это доставляет неудобства, неприятный запах и наличие насекомых. В ситуации попытались разобраться мои коллеги. На последней улице, ближе к реке Топол, дачного общества «Энергетик», что находится на выезде в Вединку из областного центра, дачники уже не один год ведут спор. Соседи Надежды Нуркановой, по ее словам, содержат на дачном участке скот, коров и овец. И это создает для нее и других соседей по участку ряд проблем. Все у нас на дачах съедают. Во-первых, вонизма. На даче вонизма невозможная. Шмели вот эти. Я говорю, дети у меня не приезжают уже даже на дачу, потому что воняет, они боятся. С ними разговаривать бесполезно. Сразу крик «гам», они правы, мы все здесь не правы. Надежду Нурканову поддерживает Валентина Матюшина, которая со своей семьей уже семь лет живет на своем дачном участке круглый год. Проблема из-за коров. Сначала гоняли они по нашему проходу. Вот это вот, что они идут, оставляют весь навод, все вот это, лезешь ногами. Мы изначально из-за коров воевали. Потом они стали мусор вывозить, вот эти капусту, там гнилую, там вот это все. Вся эта воня у нас в доме. Мухи, разумеется, все это вот, гадость. Жить невозможно. Владелица соседних дачных участков Гульчихраса Банколова отметила, что скот держат, чтобы прокормить большую семью. И проблем соседям не создают. Днем они выгоняют скот на пастбище. Помимо этого, она занимается здесь разведением саженцев и рассады. Спор между соседями, возможно, решит региональное управление по контролю за использованием и охраной земель, куда спорящие дачники обратились с заявлением. Как отметили чиновники этого ведомства, дачные участки, согласно закону, выдаются для ведения садоводческой деятельности. Поэтому целесообразность использования земли еще предстоит в данном вопросе уточнить. Хамзан Рупеисов и Татьяна Калюжная, РТН. В Лисаковске появилась площадка под открытым небом с современными тренажерами. Ее расположили на территории стадиона. Заниматься спортом здесь смогут абсолютно все желающие, в том числе и люди с инвалидностью, для которых также предусмотрели все необходимые условия. На открытие объекта побывала наша съемочная группа. Такого типа тренажеров в Лисаковске еще не было, а вот необходимость в них появилась с начала пандемии, когда большинство спортивных залов были закрыты. Церемония открытия собрала на стадионе спортсменов города, взрослых, молодежь, паралимпийцев Лисаковска и почетных гостей. В год 50-летия нашего города, 30-летие независимости нашей страны, мы открываем еще один спортивный объект. Этот объект для нашего города очень необходим. Было много обращений от жителей, от спортсменов нашего города. Для всех желающих хорошая зона отдыха благоустроена здесь. Поэтому давайте поздравляю вас всех с открытием этой спортивной площадки, поздравляю с 10-летием нашего города, желаю нашим семьям, всем жителям нашего города благополучия, достатка, процветания, чтобы наш город только двигался вперед, и мы будем все делать для этого. В любое удобное для горожан время теперь возможно занятие спортом под открытым небом. Тренажеры доступны как для взрослых, так и для детей. Но главное – уникальность в том, что они адаптированы и для лиц с ограниченными возможностями. Я очень рад, что в нашем городе появляются такие площадки. Доступная среда не только для спортсменов, но и для людей с инвалидностью. Многие из тренажеров адаптированы именно для нас. Была проделана, конечно, большая работа. Пока нам будет позволять погода, тренажеры пылью не покроются. На них всегда будут заниматься наши спортсмены, наши жители города. И площадка будет пользоваться спросом и интересом. Почетная миссия перерезать ленту для открытия площадки с тренажерами была предоставлена заместителю Акима города Асану Щектбаеву и спортсмену-паралимпийцу-призеру международных соревнований по легкой атлетике Алексею Лукутину. На установку 12 профессиональных тренажеров из городского бюджета было выделено 22 миллиона тенге. Хочется сказать большое спасибо городу, который обратил внимание на то, что в городе у нас не было именно таких тренажеров силовых. И в связи с тем, что уже второй год длится у нас карантинное ограничение, то есть люди могут на свежем воздухе здесь свободно приходить и заниматься. У нас стадион работает с 6 утра до 10 часов вечера. Вход свободный, никаких ограничений здесь нет. К открытию новой спортивной площадки была благоустроена и прилегающая территория. Сделаны вороты, уложена брусчатка, установлены скамейки для отдыха после занятий, урны, а также соответствующие освещения. Алия Дасмагомбетова, при содействии телекомпании «Акцент». Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.